Можно понимать так. Пока закон не был дан Моисеям, евреям, то по установлениям закона никто тогда и не мог судить другого за нарушение заповедей. Закон дан. По закону и начинают тогда судить. К нам приходят люди, которые заявления не подали, чтобы войти в число оглашенных. Но мы им разрешили приходить в храм. Они приходят и молятся. Но мы их предупредили, что если ты не будешь ходить, когда сходил два-три раза для ознакомления, а потом опять приходишь, то мы уже спросим, почему тебя не было? Я спрашиваю. Ты в это время куда-то ходил? Да, я ходил в другие храмы. Хорошо. Но если ты не ходил месяц, то снова у нас и спроси разрешение посещать наше собрание богослужений. Но если ты вообще никуда не ходил, то у нас сказано, мы отказываем таким людям. Недавно стал один посещать наш храм, а потом не приходит. И сразу мне вопрос. Видите, он приходил и не ходит, поэтому запретите ему к нам ходить, потому что он не наш. У нас в законе не оговорено это. И я обращаюсь к своим юристам. Что мы должны делать? Правила наши молчат. И мы должны спросить, ходил ли он в это время в церковь где-то или нет. Нигде нельзя нам перелазить через черепту закона человеческого. И тем более божественного. Те, которые не имели закона, вне закона погибнут. Почему? Апостол Павел пробуждает всеобщий закон, который был до проповеди. Закон, который выше Евангелия. Тогда, говоришь, такие слова. То даже трепетно думать, как может что-то быть выше Евангелия. Выше Евангелия? Совесть. Евангелие написано к стыду нашему. Иоанн Злаут говорит, его не надо было писать, потому что внутри этот закон, который держим в руках. А когда мы отступили от всего этого, тогда уже закон Господь дал. Это во всем. Написано, не хлопайте дверью. Не надо эту надпись, если ты умный человек. Зачем он будет хлопать дверью? Закрывайте за собой дверь. Такие надписи. Не переезжай, а глянись, когда едешь через переезд. Это в природе человека заложено. Природа той, где повреждена еще в раю. И апостол Павел касается того последнего, что человек мог еще помнить, через что и удерживался. Люди через совесть находили Бога. Совершенно ничего не знали. А совесть подсказывала им. Пробудите совесть. Как вы разговариваете? Почему на вечернем богослужении тебя вчера не было? Обрастись к своей совести. Не жди, когда я приду, спрошу. А ты меня спроси. А почему ты не был? И совесть должна подсказать. Почему ты на каждое слово, десять слов в ответ стараешься сказать? Когда сказали неправду, ты заволновался. Правду сказали, еще больше заволновался. Почему? Все в совести. Почему ты пьешь алкогольное? Против разума поступаешь. Почему разум убиваешь? Обратись к совести. Значит, разум судит. Еще начинают оправдываться. Я пью. А другой-то серебролюбий. А там через запятую стоит. Первое к Олимпинаму 6.10. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследуют. Да, тебе от этого разве легче? Иоанн Залтаут говорит. Тебе разве легче, если ты в ад пойдешь вместе с ними? Это сегодня еще такие слова говоришь. Конечно, когда от Бога постигает наказание всех вместе, легче переносится до того момента, пока горе переносимое. Но если всех начинают мучить, то разницы никакой нет, когда всех на год тысячи человек или пять. Но ковид – твое тело. Поэтому, обратившись к совести, скажи, я перед Богом буду отвечать. За мои поступки я получу бесчестье на суде и стражах. В первую очередь, поступающий неправильно еврей получит, потому что у него был закон. А язычник? У язычника совесть. Когда закона не было, как некоторые живут на островах, Иван ли им не проповедовал, Но Господь все время давил им на совесть. Или помогать ближнему, Или убить противника и съесть его печень, Чтобы храбрость противника перешла на тебя, Как говорят людоеды. Все в тебе. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, Но исполнители закона оправданы будут. Значит, закон нужно знать. Каждый день читать Слово Божие и срамы. Так у меня или не так? Прочитал, остановился. А не так, что я сегодня прочитал две главы? Ты прочитай строчку и подумай, А знаю ли я закон Божий?